Как вы по видео поняли, я снова в Кропивницком, в Кировграде, на чемпионате Украины по взрослым. ДО 400-200. Очень тяжело, блин. Уже надоелись в соревнованиях. Так сказать, последний раз, последнее завершающее выступление в этом сезоне. Так что постараюсь в свои силы уже отдать на этих соревнованиях. Посмотрим, что из этого выйдет. У меня сейчас довольно сложный период, такой, бутлон сдавал, тяжело очень сдал, еле-еле сезю, еле-еле сдал. Тоже на военной кафедре были проблемы. С трудом порешал, уже устал. Снова в поезд прыгнул после этого, что тяжело очень. Сейчас уже размялся нога, еще болит травма, короче, небольшая. Завтра, думаю, я понамажу филом. Посмотрим, никаких целей на этих соревнованиях особо нету, просто бежать как можно лучше. Не допускать таких же ошибок, как я допустил в прошлых соревнованиях и так далее. Я, конечно, постараюсь пробежать по КМС, ну, имеется в виду по электронике, 49, ровно, секунду. Прошлый мой результат был 49,32. Постараемся его улучшить, прокачать, так сказать. Сейчас буду уйти домой кушать, отдыхать и готовиться уже к завтрашнему дню. Пришел я после разминки домой. Из дороги еще, кстати, не купался. И Кропивницкий любит меня встречать. Вообще он меня любит, вот тут вот смотрите. Воды, короче, по всему городу нет, походу. Я не знаю, где купаться и как купаться. И это вообще капец. Что-то мне не везет в этом месяце. Уже начало только месяца. А уже все, труба полная. Такая хата у нас. В принципе, жить нормально можно. Вот самая главная кухня. Блин, где тут все трубается, пацаны. Помогайте. Вот. Вот тут я буду жрать. Жрать, это обязательно. Травма у меня еще, блин, болит на гору. Я не знаю, что сейчас буду делать. Надо сходить в магазинчик. Купить что-то на завтра, кашу какую-то. А то я, если наемся, чего-то другого перед 400, вы знаете последствия. Так что, я думаю, вы меня поймете. Так что, наверное, сейчас переоденусь, отдохнусь чуть-чуть и буду идти в магазин. Я надеюсь, что вечером будет вода. Или хотя бы завтра утром, потому что это капец, я грязно. Печально, в общем. Так что, пока только такие новости. Так, а мы представляем учасників заключенного забігу при квалификации 400 метров серед человеков. Сейчас Валерий Юрик на ваших экранах, потому что он Миколаевщину представляет. Стартует по третьей дорожке. Другая дорожка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закриваємо тему 400 метрівки чоловічого, є результати заключеного п'ятого забігу, отже Микола Дем'яненко 49-62, Валерій Юрик 50-75 І зараз озвучу прізвища, які виходять до півфіналу, отже Дмитро Руденко, Юрій Бас, Андрій Товт, Віталій Мордовець, Роман Секрет, Віктор Некрасов, Сергій Компанієць, Юрій Трохимчук, Сергій Маник Ярослав Демченко, Денис Павленко, Сергій Драч, Дмитро Іванов та Микола Дем'яненко, Валерій Юрик та Артем Левченко Попал я, короче, в полуфинал. Побегу було вроде б бежать легко, але якщо я вставлю в видео, то, конечно, забегу. Там можна, в принципі, бежав, що біжав, що біжав, вроді біжав, але, скажі чесно, біжав, це дуже чекло. Залило на останні сотні. Точні, зараз. Ось моя нога травмирована, кстати. Так що, так, в полуфинале треба буде біжать біжать біжайно, але... Ну, тому що, якщо я не вибігу з п'ятидеся, це такий позор буде. Зараз я не економив силу, тому що прохождення далі в полуфиналу треба було біжать либо першим, либо вторим. Ну, прохождення в фінал береться в кожному забігі два перших, а остальних шести добирають по времени. Ну, т.е. я второй побіжав, а здесь я в полуфинале. Не знаю, як там буде. В полуфинале, проход в финал, какой-то, смотри. В полуфинале, я думаю, отдам все силы, потому що в финал я вряд ли уже попаду. Слабоват ще. Ось такі два. Щас іду на полуфинал уже. Я во второму забігі по сімій дорожці. Це, так сказати, вже забігі з самою сильнішим в Україні, в общем. Чемпіонат по-взрослому в Кировограді, я вже говорив. В финал я вряд ли попаду, так що попытаюсь в полуфинале видати все на максимум, так сказати. Ісправити всі свої шибки, які я допустив в Кировограді на молодежних соревнованнях і т.д. Щас мне очень тяжело, конечно, бежать, не знаю вже. Я немного устал от соревнований. Морально устал. Ну, нічого, я настроюсь, я выдам все. Всі силу в бой дам. Посмотрим, що із цього получится. Предварительно я пробіжав слабенько, 50-70. Ну, я біжав на виграш, ну, последні сотні прибило нормально, в принципі. Зараз посмотрим, удастся ли мне пробіжати ще краще. Намного краще. А то це взагалі не результат, якщо чесно. Так що, всім приятного просмотру. Так, у нас на старті другий забіг. Ми говорили, що тут побіжить Олексій Позняков. До нього основна увага на залі Дзюбенко. Також Дмитро зараз назве вам всіх учасників. Перша доріжка Артем Левченко. Друга Сергій Компанієць. Третя доріжка Микола Дем'яненко. Четверта доріжка Ілля Денисов. П'ята доріжка Олексій Позняков. Шостя доріжка Назарій Дзюбенко. Сьома Валерій Юрик. І восьма Віктор Некрасов. Два перших і два за часом проходять до фіналу. Бачите, Позняков починає нарощувати темп. І Назарій Дзюбенко там не вимикається із боротьби. Так, але все ж таки Позняков додає. Представник Сумщини. П'ятій доріжці. Такий прийшов він шлях від юнацького чемпіонату світу через юніорський. Молодець він поліпшує часто на міжнародних також змаганнях свої особисті рекорди. І вже в дорослій стафеті неодноразово виступав. Набігає по третій доріжці Миколу Дем'яненко. Але не вистачить в очевидь йому сил для того, аби обійти Познякову. Але для цього й немає зрештою потреби. Тому що обидва спортсмени крокують до фінальної частини змагань. І вже там будуть змагатися і поміж собою, і змагатися. А ось на ваших екранах і результати забігу у півфіналі на 400 метрів. Олексій Позняков 48-10. Це другий забіг. Біжав ці 400 з трудом і настроївся. Вийшло 49-52. Вроді б, або 54. Перший день, в принципі, закінчиться нормально соревнователемо. Хоть це і не мій результат. Слабенько. Ще слабенько, конечно. Будем пахать в следующем сезоні. В следующем году. Ну не в следующем, через лет. Каникулы. Послезавтра. Через день бегу 200 метров. Сейчас буду отдыхать. Завтра пойду в город погуляю по сім'яму что-то. Пока только такие новости будут. Може. Покупался. Покупался. Вода. Появилась уже. Нифигаець. Какое-то протяжение. Ну. Первым делом, конечно же, я буду жрать. Как я уже без этого. Как я уже говорил. Через день. Ну, через... Послезавтра, короче. Будет 200 метров. Выложимся на всю. Так что надо подкрепиться. Я, в принципе, результатом не очень доволен. Ну. Я вообще ожидал худшего. Намного худшего. Что первые, сколько? 50 и 7 бежал. Это 50 и 70. Это результат просто вообще. Дерьмо, короче. Мягко говоря. Даже не мягко, а нормально так и говоря. Потому что я без подготовки. Когда первый раз бежал 200... Ой, 400 метров. Извиняюсь. Без подготовки. Это год назад я пробовал бегать. Раньше я бегал короткий спринт. И у меня получилось пробежать за 50 и 2. Ну, это по ручке, естественно. Но все равно. Как-то не знаю. Ну, блин. Просто надо было как-то бежать. Ну, типа первым, вторым я особо не пытался упираться. Хотя бежал очень тяжело. Ну, как вы уже заметили, я нашел в себе все-таки силы. Как-нибудь да набежал 49-54. Конечно, результатом не очень доволен. Да и тренер тоже. Надо хотя бы за 49 бежать минимум. Ну, не знаю. Так вот что-то тяжеловато мне уже стало. Отпахали вот этот год целый. Столько уже чемпионатов этих было. Да и первый год этот у меня только на 400 метров. Я именно конкретно готовлюсь. Так что еще получаю опыта. Набиваю себе шишки, как обычно. Без этого я никуда не могу продвинуться, так сказать. Так что будем продолжать. Так что. Сейчас я наверное поем. Может быть куда-то пойду погуляю. Или не может быть. Не знаю. Посмотрим. Завтра точно куда-то схожу. А сегодня еще не знаю. Ладно, не буду снимать видео, потому что хочу хавать. Надо поесть. А там все посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok